Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Ваши подходы и ваши методы управления и развития в рамках системы управления, они, конечно, одни из самых передовых. Смоленская АЭС соответствует требованиям международных и российских стандартов. Хотим показать, чтобы рыбаки знали, какой ущерб наносится этой бросиной в сети. Всероссийский день без сетей. Акция на работу на велосипеде. Ремонт дорог в городе Атомщиков На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 28 энергоблоков суммарной мощностью 22 555 мегаватт. Суммарная выработка 80 063 миллиона киловатт-часов, что составляет 103 процента планов заданий ФАС. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе второй и третий энергоблок, нагрузка суммарная 2066 мегаватт. Существенных замечаний нет по работающим блокам. Первый блок – текущий ремонт с внутрореакторным контролем. 45-е сутки ремонта работы в целом в графике. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 20 дней мая составила 823 миллиона киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 6,7 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Интегрированная система управления Смоленской АЭС находится на высоком уровне развития и в полной мере соответствует требованиям международных и российских стандартов. К такому выводу пришла команда экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» по итогам инспекционного аудита, который прошел с 13 по 17 мая. Культура производства, системы менеджмента находятся у вас на высоком уровне. Цели проверки нашей достигнуты. В течение пяти дней эксперты «Русского регистра» оценивали системы менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья на соответствие требованиям международных и российских стандартов. Они посещали объекты атомной станции, анализировали документацию, беседовали с персоналом и руководителями подразделений, оценивали уровень понимания ими целей и задач. В 2018 году Смоленская АЭС успешно прошла ресертификационный аудит интегрированной системы управления. Как отметили по результатам проверки аудиторы, за прошлый год в системе интегрированного управления предприятия произошли заметные изменения. Согласно корпоративным политикам Росэнергоатома, на станции переработаны все 10 политик руководства, установлены новые цели, разработаны новые паспорта процессов. Целевые показатели эффективности деятельности руководителей высшего уровня декомпозированы и карты КПЭ соответствующих работников станции. Ваши подходы и ваши методы управления и развития в рамках системы управления, они, конечно, одни из самых передовых. Это не значит, что нужно на этом останавливаться и почивать на лаврах. Это говорит о том, что нужно не просто смотреть, каким образом вы сейчас достигаете каких-то текущих результатов, но и каким образом вы будете эти результаты улучшать в будущем. Но чем больше вы достигли, тем более амбициозные задачи приходится ставить для того, чтобы развиваться и поддерживать свой статус лидеров. Как отметил главный инженер Смоленск АЭС, по результатам аудита будут разработаны мероприятия, способствующие дальнейшему повышению уровня безопасности атомной станции и совершенствованию системы интегрированного управления. Смоленские атомщики присоединились к экологической акции «Всероссийский день без сетей». Акция прошла на акватории Десногорского водохранилища 17 мая. Ее цель – очистить водоем от браконьерских сетей, наносящих огромный ущерб природе во время нереста рыб, который сейчас проходит почти во всех регионах европейской части России. Ширкомасштабная акция призвана привлечь внимание общественности к необходимости соблюдать правила рыболовства в нерестовый период. Экологическая ситуация удовлетворительная. Рыбы здесь много, требует регулирования. Конечно, зарыбление – это очень нужное мероприятие. Атомная станция, кстати, проводит это очень хорошо. В течение нескольких часов участники акции, передвигаясь на катерах, исследовали водоем на наличие бесхозных незаконных орудий лова. В рейдах приняли участие порядка 40 человек – сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям, Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представители администрации области, Общероссийского народного фронта казачьих обществ, средства массовой информации. В итоге было извлечено несколько сетей, ловушек и экранов. Погибшая в них рыба была утилизирована, живая, выпущена обратно в естественную среду обитания. Рейд по акватории водоема показал, что в основном граждане, соблюдая требования закона о рыболовстве, был зафиксирован лишь один случай незаконного лова, о чем был составлен административный протокол. Смоленская станция занимается биологической мелиорацией водоема-охладителя, выпуская растительноядную рыбу, тем самым поддерживая экологическое состояние водоема-охладителя и качество поддерживающей технической воды, подаваемой на блоки нашей станции. Напомним, что на Десногорском водохранилище весенний запрет на ловлю рыбы действует с 22 марта по 1 июня. 17 мая работники Смоленской АЭС, подрядных организаций и администрации города приняли участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде». Основная группа велосипедистов стартовала на работу в 6.50 утра от памятника «Добрый ангел-хранитель мира». Остальные – в течение дня по сменному графику. Каждый участник считает акцию «На работу на велосипеде» «Отличным поводом» в команде единомышленников начать утро со здорового образа жизни и заботы об экологии. Велосипедный сезон в Десногорске в самом разгаре. 26 мая в рамках всероссийской акции в городе пройдет велопарад. Старт в 10.00 от памятника «Добрый ангел-хранитель мира». Дистанция – 8 километров. Приглашаются все желающие. В Десногорске продолжается ремонт уличной дорожной сети. На обновление дорожного полотна из резервного фонда региона губернатор Алексей Островский в прошлом году выделил более 12 миллионов 158 тысяч рублей. На разных этапах содействие в этом вопросе оказали генеральный директор концерна «Росэнергатом» Андрей Петров, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава Десногорска Андрей Шубин. Как рассказал директор службы благоустройства Андрей Олейников, за счет областных средств по контракту 2018 года отремонтированы следующие автодороги. Н11 – объездная дорога в районе поворота на Малое кольцо. Н14 – подъездная дорога на Сосновку. Н12 – от УТЦ до перекрестка с дорогой Н1 в районе дома номер 13 третьего микрорайона. Н36 – автодорога вдоль бывшего детского сада «Золотой ключик» и школы номер 3. Н3 – перекресток возле РСЦ. Н95 – вдоль дома номер 10 четвертого микрорайона. Н62 – подъезд в районе бывшего кафе «Феникс». Н3 – от рынка до МРЭО. В настоящее время также производится ремонт автодороги Н9А – от Плотины до поворота на Кукуевку. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 25 мая пройдет торжественное открытие спартакиады работников Смоленской АЭС-2019. Это главное спортивное мероприятие атомщиков, которые ждут с нетерпением, чтобы в очередной раз продемонстрировать командный дух, ловкость, выносливость и стремление к победе. В этот день также пройдут соревнования по перетягиванию каната и веселые старты. Приглашаем всех спортсменов и группы поддержки на стадион «Атомтранс». Начало в 10.00. Команды – на старт! 26 мая в рамках всероссийской акции в Десногорске пройдет велопарад. Старт в 10.00 от памятника «Ангел мира». Накануне велопарада 25 мая будет проводиться бесплатное техническое обслуживание велосипедов возле «Нитрино» в 12.00. 27 мая в разных городах России стартует интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома». Библиотекари и волонтеры на улицах Десногорска протестируют прохожих и наградят призами всех умниц и эрудитов. 11.30 – торжественное открытие интеллектуального забега, 12.00 – старт акции. 13.30 – окончание забега, сбор участников Десногорской библиотеки, торжественное закрытие, награждение активистов. Приглашаем всех желающих поделиться знаниями и позитивом. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск-АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск-АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.